Добрый день, уважаемые трейдеры компании iMarkets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных линиях. Сегодня я вам подготовил 5 инструментов, по которым заметил прогнозы по хорошим входам, поэтому сейчас их обсудим. Посмотрим быстренько календарик экономических новостей. У нас единственное, что я заметил, это в четверг волатильность, возможно, по Европе, решение ЕЦБ по процентной ставке будет, а также решение Южноафриканского банка по процентной ставке в 18.00, а по Европе в 16.45. В принципе, больше особых каких-то таких важных новостей я не заметил, которые могут повлиять на инструменты. Вот, значит, давайте переключимся теперь на терминал. Значит, канадец Японская иена пробила линию поддержки, вот, пробил, и движется стремительно вниз. Но любые сильные движения, как вот мы видим до этого, дают хорошие откаты, поэтому нам надо быть готовыми к нему, вот, и в ближайшее время, если цена развернется обратно, у нас будет хороший сигнал на продажу от зеркальной линии сопротивления вот в этой зоне. Британский фунт Японская иена, значит, тоже здесь пробита поддержка, до верхней границы сопротивления цена так и не дошла, но, тем не менее, сигнал сохраняется. Вот, вот, вот эта линия поддержки, которая теперь станет у нас линией сопротивления, так, дает нам новый сигнал на продажу также, вот, в районе 150.960. Вот, в этой зоне можно было ставить отложенные ордера на продажу, например. Давайте посмотрим британский фунт стерлингов. Здесь единственное, что я вижу сейчас, что цена, опускаясь, приближается к далеким максимумам, да, этот у нас здесь уже последний раз цена была в этой зоне 8 апреля, вот, и сейчас приближается к этой линии поддержки, горизонтальная линия. Она характеризуется тем, что ее зона очень широкая, поэтому отскок будет, можно ставить ордера на покупку, но надо учитывать, что широкая зона будет, да, и цена может проскочить, будут ложные пробои, но, тем не менее, потенциальное место хаошее для входа. Давайте посмотрим нефть, нефть также, ну, похоже, риски сейчас пошли сильные движения, и поэтому пробиваются уровни, и возникают зеркальные линии. Вот, я их очень люблю, поэтому давайте вместе смотреть, вот, пробита линия, будет цена, если возвращаться, опять линия сопротивления зеркальная будет давать сигнал на продажу. И евроканадец тоже ушел вверх, пробил линию сопротивления, и теперь ждем отката вниз для точки входа на покупку от зеркальной линии поддержки. Вот такие сигналы на эту неделю. Будьте внимательны, смотрите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, торгуйте с удовольствием, всем пока!